И сегодня у нас очень интересная тема, которую вы задали. Вы хотите узнать, как ухаживать за деликатной зоной века. На самом деле тема очень интересная и требует внимательного подхода и знаний к использованию правильных средств для деликатного ухода за зоной века. Веки выполняют достаточно важную функцию. Это защитный щит нашего глаза, важного органа нашего организма. И века предохраняет глаз от высыхания, предохраняет от попадания различных загрязнений, которые присутствуют в нашей жизни. И для того, чтобы обеспечить вот эти защитные функции, глаз моргает, века моргает 24 тысячи раз в сутки. Для того, чтобы обеспечить вот такую защитную функцию. Века она очень тонкая, в 4 раза тоньше, чем кожа остального эпидермиса нашей кожи лица. Поэтому, собственно, кожа подвергается всем внешним воздействиям и мимическим нашим движениям на более чувствительно, более деликатно и, соответственно, требует более такого деликатного ухода за ней. Также кожа века мало кровоснабжена, меньше кровоснабжена, чем остальная кожа нашего лица. Практически отсутствуют сальные и потовые железы в структуре кожи века. Это тоже накладывает определенную структуру кожи. Кожа века, коллагеновые волокна кожи века, тоже имеют такую более рыхлую текстуру. Поэтому именно эта зона подвергается процессам старения гораздо быстрее. И все те внешние проявления увядания кожи на коже века видны гораздо раньше, чем на всей остальной зоне лица. Что нужно знать для того, нам и вам в том числе, что нам нужно делать и как правильно сохранить и дольше сохранить кожу века молодой и красивой? Конечно же, первое, о чем нужно задуматься, это всегда первый шаг в уходе за любой зоной кожи, это очищение. И этому этапу нужно уделить особо такое трепетное и важное внимание. Очищать кожу века нужно в любом случае, даже если вы не пользуетесь декоративной косметикой. Никакое умывание водой не способно очистить кожу от крема, который вы наносили до этого. Или освободить кожу от тех загрязнений, которые присутствуют на поверхности. Поэтому существует специальное средство, которое мы используем для очищения кожи века. Даже если вы незначительный макияж накладываете, только чуть-чуть реснички красите или подводите, только сделаете легкую стрелочку вашего века, все равно нужно использовать специальное средство для очищения кожи. И первым средством демакияжа является аминокислотная мицеллярная вода. Это специально разработанное средство демакияжа, то есть это средство, которое убирает декоративную косметику с поверхности кожи. Все средства бренда Плияна очень деликатно взаимодействуют с кожей. И все наши средства, линии очищения имеют супер мягкие павы. То есть они абсолютно не агрессивны по отношению к коже. Поэтому даже такое глубокое очищение при использовании средств декоративной косметики активно, вы все равно будете сохранять ПАЖ кожи, вы будете деликатными очищающими средствами безопасно избавлять кожу от средств декоративной косметики. Как пользоваться мицеллярной водой? Мицеллярная вода способна активные компоненты, глубоко очистить, да, вот именно растворить, вот растворить эти средства декоративной косметики. Поэтому получается такое достаточно безопасное, легкое воздействие павами. И так как в мицеллярной воде содержатся аминокислоты, ваша кожа будет увлажненной после вот этого шага до макияжа. Существует такое неверное мнение, что мицеллярная вода способна увлажнить, напитать, помимо того, что очистить кожу, является средством, там, выполняющего функцию, там, три в одном. И очень часто я слышу от клиентов то, что мицеллярная вода для них является таким единственным средством ухода за кожей. То есть это и очищение, и тоник, и увлажнение, все в одном флаконе. Это немножко неверная интерпретация всех свойств мицеллярной воды. Она на самом деле прекрасно очищает, она на самом деле увлажняет, она на самом деле может содержать какие-то питательные компоненты. Но это ни в коем случае не единственное средство ухода за кожей. И мицеллярная вода, сама по себе структура мицел, она прекрасно притягивает загрязнения, находящиеся на поверхности кожи. Но не смывая мицеллярную воду с поверхности, вы никуда не убираете эти загрязнения. Соответственно, при демакияже, при очищении кожи мицеллярной водой, необходимо обязательно смывать ее с поверхности кожи. Как вы будете очищать, снимать макияж при помощи мицеллярной воды? Абсолютно таким классическим методом. Вы будете напитывать ватный диск. У нас такой во флаконе очень удобный клапан для того, чтобы напитать вот так вот, намочить ватный диск. Очень это быстро и удобно. Если у вас макияж, вы, соответственно, используете, можете два ватных диска использовать. Один ватный диск положить на зону нижнего века, а верхним диском аккуратно снимать средства декоративной косметики. Все движения, которые вы выполняете на зоне века, вы в обязательном порядке должны делать по массажным линиям, по линиям наименьшего растяжения кожи века. На верхнем веке это линия от внутреннего угла глаза к наружному углу глаза. На нижнем веке наоборот. От наружного угла глаза к внутреннему. И никак не в другую сторону. Снимаете макияж, наносите крем, увлажняете кожу. Именно по вот этим массажным линиям вы должны все действия производить. Итак, убрали вы средства декоративной косметики. Если у вас очень такая силиконовая плотная тушь, и ватного диска вам недостаточно, вы можете на два раза умыться, либо вы можете использовать ватную палочку, и с ее помощью уже убрать средства декоративной косметики, которые встроились в ресничный край. Смыли, убрали ватным диском мицеллярную воду, и смыли небольшим количеством воды, остатки мицеллярной воды с поверхности кожи. Если вы предпочитаете снимать декоративную косметику более жирными такими, да, кремовыми текстурами, вы можете использовать для очищения молочком. Молочко для деликатного очищения имеет кремовую такую текстуру. Она как раз, вот эта структура прекрасно подойдет вам для демакияжа, для очищения кожи. Точно так же вы используете, как мицеллярную воду, на ватный диск, и при помощи ватного диска даже суперстойкая, водостойкая тушь прекрасно очищается с помощью косметического молочка. Смываем водой. Также для очищения кожи век вам подойдет наша увлажняющая пеночка. Пенка увлажняющая для деликатного очищения, как пользоваться еще раз показала, пенообразователь у нас находится в колпачке, вы переворачиваете вниз колпачком и создаете вакуум. Прекрасно убирает, очищает кожу пенка, и абсолютно ваша кожа века не испытывает никакого дискомфорта, потому как аминокислоты, увлажняющие компоненты, супер мягкие павы содержатся в этом средстве очищения кожи. Подходят все эти средства и для очищения кожи лица, конечно же. Но коли мы сегодня говорим про кожу века, соответственно, все вот эти три очищающих средства прекрасно подойдут для демакияжа. Второй шаг очищения, Второй шаг – это увлажнение кожи. Не забывайте то, что мы все наши действия, все средства, которые мы используем для ухода за кожей, наносим на увлажненную кожу. Не исключением является и кожа века. Поэтому термальная водичка, термальная вода по выбору, термальная вода либо василек, либо термальная вода лаванда-мята, либо термальная вода на руле лайм. Любая, которую вы хотите использовать для увлажнения, вы используете в качестве увлажняющего средства. Вот такая очень-очень мелкая водная пыль, которая поможет увлажнить кожу века, восстановить PH и улучшит нанесение и проникновение следующих средств, которые вы будете использовать в дальнейшем уходе. А дальнейший уход у вас будет либо активное воздействие на кожу, либо обычное увлажнение питания. Начну я именно рассказывать про такой базовый крем. Базовый крем 14+, то есть 14 лет вы можете использовать крем для век. Безусловно, разное состояние кожи, у нас разная мимика у всех, разный образ жизни. И, безусловно, на состояние кожи влияет ваш образ жизни, насколько вы активны, насколько вы, предположим, много сидите за компьютером, с какой-то нагрузкой большой для глаз, которые будут как раз отрицательно воздействовать на состояние кожи. И кожа требовать будет более внимательного подхода в уходе. Я про молодую кожу говорю. В более раннем возрасте мы начинаем рекомендовать такой крем. Безусловно, все процессы старения кожи, увядания, естественные процессы увядания кожи, начинающиеся с 25 лет, могут проявиться и в более раннем возрасте при определенных условиях жизни. Предположим, у меня есть клиенты, девочки, синхронисты, которые находятся в бассейне, несколько тренировок у них в день. И, конечно же, вредное воздействие средств обеззараживания воды негативно воздействует на, влияет и отражается на состояние кожи век. Поэтому они у меня вот в 14 лет активно используют крем для век. И таким образом мы сохраняем красоту и молодость кожи. Хроническая усталость, недосыпы, все отражается на состоянии кожи. Поэтому, конечно же, требуют уходовых средств. Так вот, наш крем для век достаточно нежная текстура. Все наши кремовые текстуры вы знаете. На основе жидкокристаллической ламеллярной эмульсии все наши кремы. Поэтому вот такая нежнейшая текстура крема. Причем в составе крема входит масло рисовых отрубей. И крем очень-очень нежный, тактильно очень приятный для кожи века. А также в состав крема входят растительные компоненты дренирующего характера. Потому что наш крем с дренирующим действием, соответственно, отеки, соответственно, какие-то синюшность века. Благодаря улучшению микроциркуляции мы ухаживаем за кожей века. Помимо того, что в традиционный увлажняющий комплекс аквацелл входит в состав, который, конечно же, восстанавливает гидробаланс кожи. Вот дренирующее действие растительных компонентов здесь оказывает такое благоприятное воздействие на кожу. Крем этот может быть использован в утреннем и вечернем уходе. И ограничений по возрасту никакого нет. То есть 14+. Это такое базовое, основное средство, которое вы можете встраивать в программу ухода. Для проблемного состояния кожи. Предположим, у вас есть склонность к отекам, темные круги под глазами. По разным причинам, внешним, внутренним. Предположим, люди, кто носит очки, очень часто жалуются на отеки и синюшность некоторых под глазами. Кто-то может такие жалобы предъявлять по состоянию здоровья. Но, тем не менее, внешне мы можем при уходовых программах это состояние улучшить. У нас для кожи склонных к отекам и темным кругам под глазами есть в уходе совершенно замечательная сыворотка с пеноксидом, которая способна очень быстро снять вот это состояние. Потому как сам по себе активный компонент пеноксид способен улучшить микроциркуляцию, усиливает образование оксида азода в стенке капилляра, тем самым улучшает проникновение, проницаемость капиллярной стенки, делает ее более такой подвижной сосудистую стенку, улучшается тем самым микроциркуляция, улучшается питание кожи века. И визуально мы можем наблюдать такое улучшение состояния кожи при отеках и вот таких синюшных темных кругах под глазами. Поэтому вообще-то на самом деле сыворотка может быть использована и для ухода за кожей лица. Вы знаете, что мы рекомендуем ее при куперозе использовать просто как крем утро-вечер. Но при уходе за кожей век это прекрасное средство от такого состояния, как отеки и темные круги. Для возрастной кожи есть сыворотка у нас контур интенсив. 35 плюс мы рекомендуем использовать эту сыворотку в ежедневном уходе утром и вечером. Эта сыворотка способна запускать механизмы восстановления кожи. Достаточно активный миорелаксант входит в составе этой сыворотки. Такой компонент, который будет расслаблять кожный зажим, тем самым выталкивая, ослабляя те зажимы мышечных волокон, затягивающие, создающие, формирующие заломы и мелкие морщинки вокруг глаз, лучики, улыбки. Но благодаря этому активному компоненту миорелаксанту мы благоприятно можем видеть результат, омолаживающий результат этой сыворотки. Сыворотка тоже кремовая, то есть она будет нести, собственно говоря, такую активную, омолаживающую, выполнять омолаживающее действие, питать, увлажнять кожу. И вы можете использовать ее круглогодично, в любое время суток, утром и вечером, встраивать свой уход. Для молодой кожи можно использовать эту сыворотку. Задавали вы такой вопрос, можно ли использовать сыворотку контур интенсив до 35 лет. Если вы приехали, сейчас закончился сезон отпусков, и вы были на море, и сформировались вот эти морщинки от яркого солнца, то краткосрочно, в небольшой курсовой уход вы можете включить эту сыворотку, но не на постоянный уход. Только недели две, предположим, попользоваться, две-три максимум, да, и не нужно ее дальше оставлять в своем уходе. Можете отдать ее маме, например, в уход. Для того, чтобы активно поухаживать за кожей век в домашний уход, можно порекомендовать маски, можно порекомендовать использовать, предположим, альгинат. Кто может самостоятельно, да, делать альгинатные маски для увлажнения, активного такого воздействия на кожу. Можно, задавали вы мне вопрос, можно ли, чем можно делать массаж, самомассаж. У нас есть масло для этого, прекрасное, три в одном. Давайте вот по профессиональному. Есть у нас масло в 30 мл в домашнем уходе, чтобы сейчас долго не искать, покажу вам его. Натуральные облегченные масла в такой гелевой текстуре, которые прекрасно питают кожу века. И именно по этому маслу вы можете выполнить легкий массаж. Вы можете массаж по массажным линиям, конечно же, коли вы спрашиваете, наверняка вы знаете, как этот массаж провести. На всякий случай скажу, что нужно сначала хорошенечко продренировать кожу века, потом круговыми движениями и похлопающими, такими вот поколачивающими движениями вы можете усилить питание, питающую способность этого масла. Масло после массажа убирайте, не оставляйте его, либо до полного впитывания, либо остатки масла просто промокните и уберите с поверхности кожи. Можно уже нанести любой щенечный крем. Немного средств, собственно говоря, те средства, которые перекрывают все потребности кожи века. Я вам про них рассказала. Собственно, наша линейка, наш косметологический бренд Плияна отличается тем, что достаточно компактная у нас косметика. Для профессиональной линии не нужно много различных средств, которые будут повторять свое действие.